Здравствуйте, уважаемые коллеги! У нас сегодня очень своеобразная встреча. И мы, Екатерина Евгеньевна Губернаторова, врач-эндокринолог, и я, Адашева Татьяна Владимировна, врач-кардиолог, решили в этот предновогодний день рассказать о предстоящих новогодних праздниках в точке зрения баланса риск-польза. Мы всегда, когда говорим о каких-то терапевтических вмешательствах, мы говорим о баланс эффективности и безопасности, баланс риск и польза. Новый год и новогодние праздники – это удивительное время, это полное ощущение волшебства и праздника, которое сохранилось с нашего детства. Но мы уже взрослые, мы, конечно, ждем этих праздников, надеемся на чудо и подходим к этому рубежу, подводя какие-то итоги. Правда, Екатерина Евгеньевна? И по большому счету мы ведь заслужили отдыха и праздника. И в какой-то момент мы расслабляемся. А иногда это приносит определенные нюансы, определенные последствия. Сегодня мы поговорим о еде и питье, о новогоднем столе. И вот как встретить Новый год без последствий, без рисков для здоровья. Начинает про новогодний стол Екатерина Евгеньевна не набрать вес. Как должна выглядеть наша тарелка? И не только вес не набрать, но и здоровье сохранить. И сохранить здоровье – это очень важно. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Итак, поговорим о том, как не набрать вес. И разработаем определенные, как сейчас модно говорить, лайфхаки. Ну, вот так, я думаю, будет выглядеть аппетитно, ярко, красиво. Новогодний стол уже через 4 дня в каждой семье. Ну, у нас сегодня мини-новогодний стол. У нас такое, да, начало. И мы видим много салатов, мы видим закуски. И что же нам это дает? Ну, давайте посмотрим. 100 грамм оливье – это где-то около 200 килокалорий. Вот буквально вот такая ложка, как у нас сейчас на столе, будет обходиться нам 400 килокалорий селедки под шубой. Ну, то есть 1 столовая ложка – это где-то 50 грамм, да? Где-то, да, где-то 50 грамм. Ну, 2 столовые ложки. 2 столовые ложки – это получается около 200 килокалорий. Ну, вот по составу – белки, жиры, углеводы. Конечно же, оливье не относится к правильному питанию, потому что жиров больше. А также селедка под шубой также перебирает по содержанию жиров в своем составе. Ну, вот давайте себе представим новогоднюю ночь. Пробили куранты. И вот мы начинаем чревоугодие. 100 грамм салата оливье, сельдь под шубой, чуть-чуть мясной нарезки, немножко свинины, курицы, отварного языка, картофель, сыр, и немножко маленький медовик, и еще шампанское. Итого мы набрали на 3000 килокалорий, а то и 3500 килокалорий. Что же нам нужно сделать, выйдя из-за стола, чтобы компенсировать то, что мы сделали? Ну, это гулять с коляской около 20 часов подряд. Не останавливаясь. Это лепить крепость снежную в течение 4 часов. Это бежать на лыжах почти что 5 часов. А вот что нам нужно сделать, чтобы выйти в ноль по энергетическому обмену за период, ну, скажем так, новогодней ночи. Самое интересное, что новогодняя ночь иногда оставляет след не только, ну, скажем так, на объеме нашей талии, на весах, но есть феномен. Который уже давно известен в науке. Это Christmas или New Year Death. Было давно отмечено, что когда проанализировали число смертей в Америке с 1978 года по 2004 было замечено, что максимальное количество смертей приходится именно на новогодние праздники. В период с Рождества до 1 января. С чем же это было связано? Конечно же, особенности медицинской помощи сложнее обратиться. Больше низко, скажем так, врачей уставших, потому что на них очень большая нагрузка. Но в то же время есть небольшая разница. Вон, посмотрите на графике. Пунктирной линией показана госпитальная смертность в период новогодних праздников. И она ниже. В связи с чем авторы делают вывод, что избыточная смертность вне госпитальной может быть связана с избыточным употреблением алкоголя, с избыточным употреблением жирной, жареной и обильной пищи. Именно поэтому мы понимаем, что мы сильно рискуем, и нам надо знать, где нивелировать эти риски. Итак, что же такое чревоугодие? Ну, чревоугодие — это смертный грех, да, так понимает его религия. Причем под чревоугодием понимается не только обильная и вкусная еда, это ублажение себя, это и курение, и алкоголь, и наркотики. То есть излишняя любовь к всему изысканному — это праздное существование. Ну, является ли однозначно вся еда чревоугодией? Конечно, нет. Это физиологическая потребность. Мы не сможем прожить без белков, жиров и углеводов. Конечно же, мы не сможем раскрыться как национальная культура. Это феномен культуры. Когда мы говорим о стране, мы представляем национальное блюдо. Это общение. Сесть с родными, близкими, пообщаться, обменяться информацией — это семейная ценность. Екатерина Вейна, у меня еще небольшая добавочка по феномену культуры. Вот мы все знаем французскую кухню, да? И французская кухня была внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Это единственная кухня мира была внесена. Поэтому, безусловно, феномен культуры. Но нужно придерживаться определенных правил. Нужно придерживаться правил, это абсолютно точно. И сначала мы поговорим... Конечно же, я эндокринолог, мне это ближе всего, про углеводы. Про сладкую, но не совсем сладкую жизнь. Мы знаем, как в психологии есть пирамида потребностей. И самое главное — это безопасность. Также в пищевой пирамиде самое главное — это углеводы. На углеводы по нормам разных стран должно приходиться от 45 до 65% углеводов. Проценты калорийности нашего рациона на углеводы 25 на жиры. И где-то около до 35% на белки. Для женщины весом 60 кг, рацион на 2000 ккал, на углеводы должно приходиться около 270 г углеводов. Это можно набрать, конечно же, пачкой конфет, но не совсем это будет правильно. Потому что не все углеводы одинаковые. Насыщение, энергетическую полноценность нам дают именно полисахариды. Те углеводы, которые имеют длинную разветвленную цепь, и их надо долго расщеплять нашему организму. А есть моносахара, которые начинают всасываться еще в ротовой полости, быстро повышая уровень инсулина. И, соответственно, так же быстро снижается уровень сахара, когда вырабатывается избыток инсулина. Нам нужно делать фокус именно на потребление длинных углеводов, полисахаров. Ну и пара слов об эволюции. Конечно же, изначально люди питались в основном мясом и растениями, фруктозой, ягодами собирательства было развито. И как только возникла спонтанная мутация, у одного человека появилась альфа-гликозидаз, это фермент, который разрушает крахмал, те люди получили преимущество в выживании. Люди стали питаться корнеплодами, получать больше энергии и, соответственно, иметь преимущество при выживании. Но шло время, мы развили свой мозг за счет хорошего потребления энергетических ресурсов настолько, что научились делать рафинированные углеводы, жиры. И теперь для нас именно рафинированные быстрые углеводы и жиры представляют наибольшую опасность и, вероятно, определяют вектор эволюции, так как они определяют развитие ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Но мы знаем, что высокая гликемическая нагрузка увеличивает риск ишемической болезни сердца. Как ни удивительно, мы же привыкли, что жиры, оказывается, большое количество углеводов может негативно влиять на сердечно-сосудистые заболеводы. Потому что углеводы, быстрые углеводы, напрямую будут действовать на функцию эндотелия, запускать процессы оксидативного повреждения того же эндотелия. А если уже скомпрометирована сосудистая стенка, как у многих наших сограждан соотечественников и у пациентов, здесь и может случиться сердечно-сосудистые коростроства при избыточном потреблении. Настроение, да, это здорово. Все же считают, что съел конфетку, повысил настроение и повысил работоспособность мозга. Вот так ли это? К сожалению, это не так. К сожалению, употребление углеводов повышает инсулин, инсулин увеличивает захват аминокислот. Аминокислоты сначала повышается уровень их в крови, а потом резко снижается. И синтез серотонина из трептофана падает. То есть наоборот происходит снижение настроения при употреблении быстрых углеводов. Казалось бы, это биохимические выкладки. Но метаанализы есть, посвященные настроению. И было показано, что депрессия чаще развивается у людей, употребляющих быстрые углеводы. И развитие ощущения слабости также связано с количеством употребляемых углеводов. Поэтому, вероятно, после новогодних праздников слабость, если мы ее испытываем, может быть связана с тем количеством тортов, пряников, сладких напитков, которые мы употребляем в период праздника. Итак, какой мы делаем вывод? У нас на слайде два овощных салата. Салат оливье, никто не может поспорить. И картошка, и горох, и морковь. И овощной салат, скорее всего, это рокула, помидоры. И мы должны сделать предпочтение в сторону салата овощного. Употреблять больше овощей. Почему? Да потому что длинные, неусваиваемые углеводы, такие как целлюлоз, будут замедлять всасывание всех остальных и уменьшать гликемический индекс тех продуктов, которые мы употребляем вместе с таким салатом. Поэтому любую еду мы начинаем с зеленого салата, а потом добавляем чуть-чуть, не больше одной ложечки майонезного, какого-нибудь оливье, или замечательной шубы, или салата мимозы. Ну, кто же может представить Новый год без мандаринов? Ну, мандарины это обязательно. Прям вспоминаешь словосочетание Новый год, и сразу запах мандаринов тебе кажется. Ну, что же мы знаем о мандаринах с позиции эндокринологии? У них низкий гликемический индекс, это хорошо, поэтому эти продукты разрешены у пациентов с сахарным диабетом. У них низкая углеводная нагрузка, это тоже очень здорово, но 100 грамм мандаринов где-то в среднем 53 килокалории. 100 грамм мандаринов это, ну, где-то в среднем полтора мандарина. В средних таких вот, ну, средних мандаринов, и, соответственно, если мы съедим таких мандаринов 10 штук, это уже 500 где-то килокалорий, это уже избыток, почти что более трети нашей потребности энергетической. Поэтому мандарины мы употребляем, знаем, что это полезно, хорошо, но важно контроль и сколько мы их съедим. Ну, теперь о вкусном и полезном. О жирах. Какая красивая картинка, и она выглядит не то, что опасной, она выглядит полезной и вкусной. Итак, какие же жиры есть? Вспомним быстрый курс биохимии. Есть насыщенные и ненасыщенные жиры. Ненасыщенные бывают мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. К мононенасыщенным жирам или полиненасыщенным относятся те жиры, в которых есть двойная связь. И за счет изменения конфигурации молекул она имеет неправильную форму, и она текучая становится. Где же мы можем встретить насыщенные жиры? Ну, мы их можем встретить в сливочном масле, мясе, молочных продуктах, между прочим, пальмовое масло, кокосовое масло, которое мы традиционно считаем, это же растение, это натуральные насыщенные жиры. Какао-масло, морепродукты и яичный желток. А где же мы можем встретить полиненасыщенные жирные кислоты? Это омега-3 и омега-6. Жирные кислоты это, конечно же, рыба, рыбий жир. И чем в более холодных регионах выросла эта рыба, тем больше в ней омега-3. И также имеет значение, какую часть рыбы мы употребляем. Это омега-3. Льняное, рапсовое масло, масло пшеницы, масло грецкого ореха. Омега-6 также нужна организму. Ее мы можем встретить в большом количестве в кукурузном масле, в подсолнечном, в орехах, в хлопковом масле. То есть получается, что каждое растительное масло будет иметь свою пищевую ценность. Омега-6 или омега-9. И мы должны грамотно чередовать. В пище должно быть в рационе все виды масел. Надо балансировать. Надо балансировать и все виды масел. Нет общей единого знаменателя. Какое масло самое лучшее? Важно их чередовать. Если мы посмотрим на данный слайд, мы видим сравнение пищевых масел по их жировой ценности. Мы с вами заметим, что большое количество альфа-линоленовой кислоты содержится в рапсовом масле. А, например, в льняном масле вообще до 57% содержится альфа-линоленовой кислоты. А омега-6 жирных кислот мы видим очень большое количество в подсолнечном масле. Хочу обратить внимание на сало свиное. В свином масле есть как насыщенные, так и мононенасыщенные жирные кислоты. И, наверное, не так-то страшно сало само по себе. Да, потому что сбалансированы мононенасыщенные и насыщенные. Хотя в нашем представлении сало, вот смалец в данном случае, да, это однозначно вредный продукт, да, который связан с ускорением процессов атерогенеза, да, с сосудистым повреждением. Наши представления несколько меняются, да? Они меняются, потому что очень сбалансированный продукт. А вот прошу обратить внимание на кокосовое масло, которое мы сейчас часто применяем. Мы его применяем и в кондитерских изделиях, и в кокосовые напитки мы можем позволять себе, когда мы хотим заменить натуральное молоко, до 91% насыщенной жиры. Это больше, чем в сало. А кусочек сала сколько ты съешь? Ну, 10, ну, 20 грамм. А сколько ты кокосового масла выпьешь в составе напитка? Поэтому все должно быть в балансе. И, конечно же, люди всегда интересовались, как им питаться, чтобы жить долго. И, конечно же, когда мы уходим от феномена культуры, когда это росло годами, это было традиционное, у нас появилась эпоха клинических исследований и наблюдательных исследований. Вот от большой исследования Пьё, которое включало в себя 135 тысяч человек в 18 странах мира. Только себе представить, 18 стран мира, это разная культура, разные пищевые привычки. Исследование длилось почти 7,5 лет, и оценивались основные, ну, как мы их называем, мэйс, основные сердечно-сосудистые точки. Сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность и общая смертность. И что же мы увидели? Что общая смертность уменьшается при увеличении потребления овощей и фруктов. Ну, это и так было понятно. Это нам с вами понятно. Когда во всех рекомендациях, и онкологов, и кардиологов, и эндокринологов, ешьте 800 грамм овощей и будете здоровы. Поэтому, если чем больше мы потребляем овощей, тем лучше. Ещё раз напоминаю, что на столе новогоднем должны быть нарезка овощная, должны быть овощные салаты. Это важно. И фрукты тоже. Мандарины прекрасный вариант. А вот сердечно-сосудистая смертность увеличивалась при употреблении быстрых углеводов. Тоже понятно. Казалось бы. И самое интересное, уменьшалось в зависимости от потребления жиров. И чем больше люди потребляют полиненасыщенных жирных кислот, тем больше уменьшается смертность. То есть есть протекция. И, наверное, стоит сделать вывод, что им так-то страшны жиры. Они должны присутствовать в нашем рационе. Причём даже насыщенные. И даже насыщенные. И даже полиненасыщенные. Мы их не должны бояться и не должны стигматизировать. Поэтому, как мы заправляем наши салаты? А вот здесь поле для фантазии хозяйки. Традиционные заправки мы должны желательно уходить от майонеза. Майонез – это что? Это уксус. Если покупной майонез – это сахар. Это добавленный углевод. Это быстрый углевод получается. Это консерванты. Это консерванты. Это уксус, который вызывает раздражение желудка. Зачем нам это надо? Мы добавляем растительное масло. Оливковое, льняное, кукурузное, рапсовое. Если будут разные салаты с разными маслами, вы получите потрясающее удовольствие от того аромата, который будет на столе. Мы добавляем сметану, греческий йогурт, если мы любим. Мы можем добавлять уксус бальзамический, винный. И это неплохо, потому что в натуральном уксусе, именно в винном, есть те необходимые кислоты, которые ускоряют обменные процессы. Соевый соус. Но с ним надо быть аккуратным, потому что в соевый соус добавляется сахар, зачастую производителям. Томатная заправка, если мы ее делаем сами. Сок лайма, лимона. Можно заправлять горчицей и использовать разнообразные пряные травы. Именно это будет развивать наше ощущение запахов и вкусов. А вот каких жиров надо бояться? А вот гидрогенизированных жиров надо бояться. Мы берем растительное масло. Соевое, арахисовое, хлопковое, кое хотим. Нагреваем до 180 градусов. 180 градусов – это температура духовки, чтобы запекать курицу. Ну, по основным рецептам. И жир превращается в транс-жир. Изменяется его пространственная ориентация. И он становится не жидким, а пастой. Да, пастой. Можно намазать его. Можно использовать в приготовлении каких-то блюд. Он не будет течь. Это тоже очень важно при приготовлении полуфабрикатов. Но я как кардиолог могу сказать, транс-жир влияет на сердечно-сосудистую смертность гораздо больше, чем насыщенные жиры, чем сало, сливочное масло, говяжий жир и так далее. То есть вот эта химическая модификация хорошего, прекрасного растительного жира, который не содержит холестерин, приводит к тому, что он становится опасным продуктом. И это доказано с точки зрения ускорения процесса фатерогенеза, повреждения сосудистой стенки, образования свободных радикалов, оксидативного стресса и так далее. Именно поэтому, наверное, выводы таким образом и сформированы в последнее время. Конечно, наша основная задача сократить потребление транс-жиров. Это 1% отсуточной калорийности рациона. Мы должны увеличить потребление омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. И в Дании, как только был введен запрет на использование транс-жиров, сразу уменьшилась сердечно-сосудистая смертность на космические 11%. Дело в том, понятно, почему транс-жиры в нашей пище, потому что это дешевый продукт. Потому что с помощью транс-жиров можно приготовить все, что я сейчас изображила на слайде. И я бы сказала, что проблема новогоднего, в том числе, стола – это колоссальное количество транс-жиров. Потому что майонез – это транс-жир, какие-то готовые заправки – это транс-жир. Если мы покупаем готовый торт, готовую выпечку, конфеты – везде транс-жир. Везде транс-жир. И, Татьяна Владимировна, самое важное, хочу сказать, это самая вожделенная еда нашими детьми. Дети хотят чипсов, дети хотят пиццы. Нам же кажется, а что ж такое пицца? Ничего опасного в ней нет. А конфетку? А наборы с конфетами, которые все содержат гидрогенизированные жиры? Поэтому в первую очередь от вот этих продуктов нам надо уходить, и в том числе в рационе, детском рационе, чтобы их обезопасить. Ну и как производители маскируют наличие транс-жиров в продукте? Это маргарин, растительный жир, кулинарный жир, комбинированный жир, гидрогенизированный жир, частично гидрогенизированный жир или фритюрный жир. Если мы видим эти слова, этот продукт мы оставляем в магазине. А как мы можем заметить, когда мы уже купили продукт дома, он медленно тает, сохраняет форму мороженое при комнатной температуре, сливочное масло режется без сколов и крошек, и молочный продукт имеет мысленистую, неприятную консистенцию. Посмотрите рецепт датского печенья. Кстати, это хороший такой новогодний рецепт. Если мы его покупаем, грубо говоря, на маркетплейсе, то там на третьем месте будет растительный жир. Пальмовое масло, насыщенный жир, который еще, вы же видели, он не течет, и рапсовое масло. А если мы его будем готовить, мы туда должны добавить почти что 200 грамм сливочного масла. И вот этот вариант куда будет полезнее для детей и для нас. Соответственно, насыщенные жиры мы оставляем 10% от рациона, а трансжиры не более 1%. Вывод какой? В сухом остатке что? Надо готовить? Готовить, надо готовить. Если мы печем Наполеон, он должен быть на основе сливочного масла, и в крем мы тоже будем вбивать сливочное масло. Если мы делаем печенье, мы тоже используем сливочное масло. Если мы готовим, что-то обжариваем, то лучше, как ни странно, я думаю, что нужно отдельную какую-то программу на этот счет делать. Как ни странно, если обжариваем долго при высокой температуре и запекаем, лучше смазать противень сливочным маслом, чем растительным. Потому что растительное превратится в несмываемой со стенок формы вот эту пластическую субстанцию, которая представляет собой трансжир. Тоже интересная тема. Нам надо готовить. Вот красное или белое? Ну, мясо имеется в виду. Аргументы за употребление красного мяса – это источник гемового железа. Это источник витаминов, таких как B12, жиростворимые витамины, источник аминокислот незаменимых, в том числе. Об этом надо помнить, их там больше, чем в растительной пище. Но аргументы против. Риск онкологических заболеваний, таких как рак прямой кишки, простаты, прижелудочной железы. И повышается риск сердечно-сосудистых событий. Что нам говорит ВОЗ про употребление мяса? 350-500 грамм в неделю. Мы должны употреблять красного мяса. Но если мы превышаем 500 грамм, возникает повышенный риск развития онкологических заболеваний. Поэтому нам предлагают чередовать с белковой продукцией, рыбой, моллюсками, птицами, бобовыми и молочными продуктами. Ну, вот здесь мы рекламентировать не можем. Вот что любите на новогоднем столе, то и должно быть. Ну, просто на следующий день уже другой вид мяса должен присутствовать на столе. Что еще надо сказать? Ну, отеки после праздников могут быть связаны с разными факторами, но в том числе с повышенным употреблением соли. Мы помним, соль должна быть ядированная на столе. Это важно. Это профилактика заболеваний щитовидной железы. Но с другой стороны, все маринады, все покупные продукты, в том числе хлеб, содержат достаточно большое количество соли. Об этом мы помним, если имеем артериальную гипертензию, контролируем употребление. Ну, здесь вот как раз новогодний стол, конечно, очень соленый. Ничего мы с этим не сделаем. Да, мы же не будем из-за риска перебрать солью, не готовить шубу. Или в оливье не класть соленый огурчик. Здесь просто достаточно. Если у пациента есть артериальная гипертензия, если просто у человека склонен к задержке жидкости, и после такого обильного новогоднего стола утром у него обязательно будет пастозность, задержка жидкости, может быть, там болеть голова, все очень просто. Вы садитесь за стол и знаете о своих особенностях. Надо выпить таблетку диуретика. Вот и все. А уж какую, все зависит от того, если пациент принимает уже какие-то теозидовые диуретики, значит, он может позволить себе таблеточку петлевую диуретика, если ничего не принимает. Просто знайте эту особенность, и с ней легко бороться. Если вы кушаете соленую пищу, то надо достаточно пить. Некоторые боятся, потому что, естественно, боятся пастозности и отеков утром. Если выпить диуретик, все будет прекрасно. Поэтому вот здесь-то как раз с этим бороться легко. С углеводами слабее. А вот как должна выглядеть наша тарелка? Мы начинаем есть с углеводов. Они повышают выработку углекоконоподобного пептита, снижают аппетит, замедляют всасывание всех других продуктов. Дальше мы выбираем правильный белок. Едим что-то мясное. Это может быть рыба, это может быть птица, это может быть... Ну, не колбаса, естественно. И небольшое количество длинных углеводов. Но мы поняли с вами, что мандарины можно отнести к длинным углеводам с низким гликемическим индексом. Поэтому вот эту чат-зар-тарелку можно заменить десертом в виде мандарина. Не забываем про полезные жиры. И запомним, что легче нам дадутся праздники, если мы будем блюдо запекать, а не жарить. И про воду. Выпить воды надо обязательно. И на столе у нас должна быть минералка, газировка, не сладкая, и не на сахарозаменителях. Почему не сладкая? Потому что это дополнительный колораж, во-первых. Во-вторых, прием сладких напитков вместе с едой притупляет удовольствие от самого блюда. И начинаются бродильные процессы сразу же. То есть вместе с потреблением каких-то салатов вы пьете сладкую какую-то воду или сок. Все соки с добавленным сахаром. Все морсы с добавленным сахаром. Это иллюзия, что они кисленькие. Начинаются бродильные процессы, потом будет дискомфорт. Конечно. Какая альтернатива есть? Как это принято делать? Наливаем газировку, кладем туда. Либо нарезанный огурец, либо свежие ягоды. Кладем туда веточку мяты или розмарина. И льда. Идеальный напиток для новогоднего стола. И всегда помним, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний мы должны полностью отказаться от сладких, алкогольных и безалкогольных напитков. Но это постулировано, что употребление сладких, алкогольных и безалкогольных напитков должно быть запрещено. Вот эта фраза содержится в рекомендациях Европейского общества кардиологов по профилактике в 2016 году, которые вышли. Потому что однозначно быстрые углеводы связаны с селечно-сосудистым риском. К сожалению, да. И подводя черту, хочу сказать, что надо пользоваться правилами Мерлен Мудро. Я никогда себе ни в чем не отказываю. Хочется мороженого, съем ложечку. Ну, конечно же, новогодний стол, да, новогодний стол, мы не можем себе в этом отказать. И было бы ужасно, если бы мы сказали, ой, мы переберем по калориям, не дай бог, да. Здесь трансжиры, здесь быстрые углеводы. Мы попробуем все. Ну, во всем должна быть уверенность. Во всем должна быть мера, и чтобы мы закончили праздники не так, как мужчина на левой картинке, а пойти в парк, заниматься спортом и отдыхать. А мужчина на левой картинке, наверное, баснописец Крылов. Да, масленичная болезнь. Да, который употреблял немереное количество пищи, и в итоге, после очередного переедания он закончался. Да, физоактивность – это очень хорошо. Ну, что мы можем сказать вот в итоге? Новогодний стол опасен прежде всего быстрыми углеводами, трансжирами, да. И если мы будем готовить все на нашем новогоднем столе сами, используя при этом не трансжиры, там нелегкие какие-то маргарины и так далее, не готовые заправки, не майонез, а приготовленные собственными и выпеченные собственными руками, с проблемой трансжира мы справимся. С проблемой быстрых углеводов, давайте оставим для быстрых углеводов красивый десерт, а не будем пить сладкие напитки, да, и какие-то другие, например, готовые заправки с добавленным сахаром. Конечно, абсолютно. Это два основных врага на новогоднем столе. И мы двигаемся дальше, и проблема алкогольной безопасности. Сказать просто, что много пить вредно, да, на этом можно закончить. Но все равно, все равно это новогодняя ночь, это праздник. И символ этого праздника, это самый красивый алкогольный напиток, это шампанское, у нас два бокала стоит в студии. И это вредное настроение, и мы никуда от этого не денемся, и поэтому нам нужно понимать, как грамотно, как разумно употреблять алкоголь. И вообще, в принципе, существует ли граница разумного употребления. И чтобы не случилось вот этого пика смертности, мы должны понимать, какие алкогольные напитки в каком количестве являются вредными. Итак, алкоголь и селищно-сосудистое здоровье. Прежде всего, я сегодня как кардиолог буду говорить о селищно-сосудистом здоровье. Существует очень много точек зрения. Почему? Потому что нет рандомизированных клинических исследований, да. Мы ориентируемся в наблюдательных исследованиях. Ну, как можно провести рандомизированное клиническое исследование с алкоголем? Это мы должны взять, например, по тысяче человек группы абсолютно одинаковые, сопоставимые группы. Тысяча пьет, тысяча не пьет, да еще и под группы разные уровень потребления и разные алкогольные напитки. Это нереально. Именно поэтому, когда мы ориентируемся в наблюдательных исследованиях, и получаются подчас противоположные результаты. И здесь нет черного и белого, да. Мы не можем однозначно сказать «да, безопасно» или «нет, всегда опасно». Существует полутона, в которых надо окончательно разобраться. Много исторических заблуждений, много повторяющихся концепций. И совершенно ясно, что злоупотребление алкоголем повышает селечно-сосудистый риск. Собственно, что происходит в новогодние праздники, скорее всего. А существуют ли границы разумного потребления? Ну вот не нашла я к Новому году приуроченную статью. А вот 8 марта 2012 года вышла вот такая статья «Подарок женщинам». Бокал вина снижает риск инсульта у женщин. Я не верю, что 8 марта это опубликовано просто так, несмотря на то, что это американская работа. Половина бокала вина ежедневно снижение риска инсульта на 17%. В бокал вина 21%. После этого аудитория обычно спрашивает «А два?» Мы же не можем остановиться иногда на разумном потреблении. А два уже дополнительно ничего, протекции нет. Растут уже другие риски. Чаще всего мы рисуем вот такую кривую потребления алкоголя и общую смертность. То есть по мере умеренного потребления алкоголя общая смертность снижается где-то до 10 дринков. Где в неделю где-то до 15 дринков выходит на исходную позицию ноль, а потом начинает расти. И очень многие исследования это подтверждают. Некоторые исследования это не подтверждают. И еще, и еще, все же зависит от того, как мы считаем и что мы считаем. Конечно, алкогольные болезни печени будут и растут по мере увеличения потребления. Но демонстрируется снижение риска инфаркта и сердечной недостаточности. Причем во многих исследованиях. Единственный вопрос, на который уже получен ответ хотя бы в экспериментальных исследованиях. Что лучше, выпивать много, но редко, или мало, но регулярно? Это были две группы животных, экспериментальных животных. Крысы, одна группа была бесконтрольный доступ к алкоголю. Они очень быстро приучались, кому-то это нравилось. А вторая группа периода бесконтрольного доступа чередовалась с периодами запрета. И на пиковое потребление, и на именно вред здоровью вышла, понятно, какая группа. Вторая, да? Потому что запретный плод всегда сладок, его хочется съесть очень много. Поэтому много, но редко, или мало, но регулярно. Понятно, что лучше мало, но регулярно. Но опять-таки, новогодние праздники нас стимулируют к потреблению больших объемов в короткий промежуток времени. Стандартная доза. Имеет ли значение вид алкоголя? И обычно говорят, что безопасная доза для женщин меньше, для мужчин больше. Так вот, в клинических исследованиях в отношении сердечно-сосудистых рисков этого факта подтверждено не было. Это просто вот, это постулат, который вдавливается как бы на веру. Вот это так, будет зависеть от метаболизма, даже от массы тела, да, но не от пола. И обсервационные исследования, исследования, анализ потребления на основании опросников, которые, да, а потом наблюдение по результатам потребления. Стандартная доза чистого алкоголя, она даже в разных странах разная. В Великобритании 8 миллилитров чистого алкоголя. Стоит переехать в Японию, у вас уже практически 20. Но мы, мы, да, все-таки ориентируемся на эту цифру. 14, да, США и Европа, 14 миллилитров чистого алкоголя. Это один дринк, одна доза. И в среднем это вот так, если мы будем считать не дринками, а бокалами, да, то это 140 миллилитров вина или одна банка пива 330, или один шот 40 миллилитров крепкого алкоголя. Это мы должны понимать. Это одна доза. Дальше. Те люди, которые находятся на позиции, что умеренное, даже не особо умеренное потребление – это только благо, обычно приводят вот такой аргумент. Французский парадокс. Мы прекрасно знаем, что во Франции культура потребления вина, и практически каждый день несколько бокалов среднестатистический француз потребляет. Да и тарелка француза, она выглядит, ну, я бы сказала, что не очень здоровой, потому что много жира, много сливочного масла, много хлеба, много выпечки. Так почему же существует французский парадокс? Вроде бы жирная пища, да, вроде бы большое количество животных жиров, но у них трансжиров меньше. Вот, а сердечно-сосудистая смертность ниже, может быть, за счет того, что каждый день хорошее вино, и вот эта оригинальная популяция французского парадокска, но не только в этом. Само питание во Франции другое. Транжира меньше, быстрых углеводов меньше, двигаются они больше, ожирения крайне мало, фастфуда нет практически. Поэтому и сердечно-сосудистая смертность меньше. Совершенно солидное издание, циркулейшн, журнал американский, биологические механизмы действия алкоголя, обратите внимание, снижение оксидативного стресса, тромботических рисков, ишемических рисков, риска атеросклероза при умеренном потреблении. И, конечно, здесь биологические компоненты вина и вино, прежде всего, красное вино, выходит на первые позиции в отношении возможных протективных эффектов, потому что там много еще чего содержится. И содержатся полифеноны, рисфератрол и разные эффекты описаны у красного вина. А рисфератрол вообще это природный фитоалексин, который содержится в кужире винограда и имеет вот такие эффекты описаны. Мы сегодня об этом говорить не будем. Но если рисфератрол хороший, да, и компоненты самого вина хороши, может быть, нам деалкоголизировать вино, и все будет прекрасно. Но, как правило, это не находит отклика в нашей аудитории, среди наших пациентов, среди нашей популяции. Ну, во-первых, хорошее деалкоголизированное вино будет стоить гораздо дороже обычного, потому что процесс деалкоголизации – это достаточно сложно. И чтобы сделать реально хороший вкусный продукт, это уже нужно потрудиться и потратить деньги. Во-вторых, далеко не все это любят. Что еще? Что происходит во время новогодних праздников, если потребляется большое количество алкоголя? Какое сердечно-сосудистое расстройство однозначно связано с риском потребления алкоголя? Это фибрилляция предсердий. И если вот сердечно-сосудистый риск имеет укривую, да, вот по мере роста потребления, количество доз в неделю, то фибрилляция предсердий вот так, да. Чем больше потребляем, тем больше риски. И наши пациенты, у которых есть фибрилляция предсердий, которые у нас спрашивают доктор, а можно, да, вот здесь мы должны четко сказать, у вас есть риски, что у вас будет очередной пароксизм, эпизод в новогодние праздники. Медицинская помощь иногда, да, бывает сложна, особенно когда люди перемещаются, едут куда-то в гости, да, все это определенные дискомфорты. И вот те события, о которых Екатерина Евгеньевна уже говорила. Потенциальные механизмы алкоголя, как триггера фибрилляции предсердий, очень четко определены. Мы не будем сегодня об этом говорить, может быть, как-нибудь в дальнейших наших программах, но это четко и понятно. И солидный европейский журнал «Европин Хаджонал» в 1922 году опубликовал статью «Алкоголь и фибрилляция предсердий». И вот там была такая иллюстрация, да, это не я нарисовала, я оттуда взяла. Вот так, уважаемые коллеги, один бокал красного вина ежедневно, инфаркт миокарда, риск снижения на 31%, сердечная недостаточность от 40 до 53%, инсульт те же 17%, но при этом риск фибрилляции предсердий растет на 16%. То есть, опять-таки, мы не можем сказать, да, это белое, да, это черное, везде полутона. И как мы, доктора, должны себя вести, что мы должны говорить нашим пациентам? Ну вот здесь написано, один-два бокала в день в соответствии с рекомендациями доктора, виноделы Долины Напа в Калифорнии рекомендуют. Так вот мы рекомендуем пациентам или не рекомендуем? Ну, конечно, нет, мы не рекомендуем. И в клинических наших рекомендациях написана вот эта доза потребления, которая является границей разумного потребления. То есть, это не рекомендуемая доза, а граница разумного потребления. Это в 2016 году было, сейчас мы сравним с последними рекомендациями. Два бокала в день для мужчин и один бокал в день для женщин. Бокалами, да, считают, потому что все-таки потребление вина связано хоть с какими-то положительными эффектами. И последняя рекомендация европейские 2021 года. Смотрите, как изменилась эта строчка. 100 грамм в неделю, вне зависимости от пола. Впервые, да, как бы было проанализировано все исследования, что нет доказательства, что есть зависимость от пола. И 100 грамм в неделю – это практически 20 грамм в день, два дня перерыва. То есть потребление уменьшается, разрешенное потребление. И последняя рекомендация, которую тоже точки не ставят, это рекомендации по артериальной гипертензии Европейского общества гипертензиологов. А смотрите, что здесь написано. Взрослым мужчинам и женщинам с гипертонией, которые в настоящее время употребляют алкоголь, три порции в день, не больше. Вот только им следует сообщить, что сокращение потребления алкоголя снизит их, близкое к воздержанию. Что значит близкое к воздержанию? Снизит их давление, да? Дальше. Алкоголь не следует рекомендовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Мы, уважаемые коллеги, не рекомендуем. Мы говорим о границе разумного потребления, особенно, если пациенты спрашивают, тем более перед Новым годом. Предыдущие исследования, связывающие умеренное потребление с более низким сердечно-сосудистым риском, скорее всего, ошибочны. И это в рекомендациях. То есть сплошные допущения, оговорки, потому что четкой 100% позиции нет. Но и вот American Heart Association в сухом остатке. Мне очень нравится, все очень четко. Если вы не пьете, не начинайте. Ни в коем случае для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний этого делать не нужно. Если вы пьете много, пейте меньше. Если вы не превышаете очень аккуратно третья позиция, если вы не превышаете границы разумного потребления, продолжайте. Это, возможно, принесет пользу для сердечно-сосудистой системы. И два дня полного воздержания в неделю. Но у нас Новый год. Мы не можем удержаться и воздержаться полностью, потому что это прекрасный праздник, потому что это настроение, потому что бокал шампанского – это символ Нового года. И очень трудно себе представить Новый год без бокала шампанского. Что же мы здесь можем сказать? Как пить шампанское? И какое пить шампанское? Ну, конечно же, уважаемые коллеги, только сухие варианты, только брют. Обратите внимание, сколько ложек сахара содержится в так называемом сухом. Вот так называемое сухое до 30 грамм сахара в литре, полусладкое – до 50 грамм, и сладкое – 70 грамм и более. То есть это практически сладкие напитки. С ним можно глюкозотолерантный тест проводить, я так понимаю. Оно у нас глюкозотолерантный тест. 75 грамм. 75 грамм глюкозы – глюкозотолерантный тест. Да, да, вот чуть больше бутылка шампанского выпить, и уже глюкозотолерантный тест. Вот. Что, какие напитки безопасны с точки зрения добавленного сахара? Это натуральный брют, просто брют, да, что в переводе с французского – брют сухой, натуральный, без обработки. Похожие вины есть другие, испанская кава, да, итальянские, немецкие напитки. На что обращать внимание? Вот брют натур или брют зеро – это натуральный напиток, в который не добавляют сахара. Во все остальные напитки, начиная даже с простого брюта, идет добавка ликера. Это белое вино с добавленным тростниковым сахаром, чтобы улучшить органолептические свойства. То есть везде добавляется сахар. Только брют зеро и брют натур не содержит сахара. Почему? Ну, казалось бы, два, три, четыре, а то ну и пять за ночь бокалов сухого или полусладкого, или полусухого шампанского. Ну, что в этом плохого? Дело в том, что как только мы с алкогольным напитком, с добавленным сахаром, выпиваем алкогольный напиток, начинается процесс брожения. За что мы любим брют? За то, что утром не будет синдрома похмелья. Потому что бродильных процессов вот в этих вариантах не будет. И это очень свежее, невысокоалкогольное, праздничное настроение создается при использовании брюта. И именно сухой напиток подходит к столу, а не сладкий. Сладкий мы будем использовать, если кто-то это будет пить, уже как десертный напиток, вместе с чаем и тортиками. То есть это уже очень серьезный гликемический удар, я бы сказала так. Поэтому выбираем напиток. И желательно, если вы выбираете напитки, чтобы это был один алкогольный напиток в течение вечера и ночи, желательно не бешать. И, пожалуйста, мы вас умоляем с Екатериной Евгеньевной, я как кардиолог Екатерина Евгеньевна, как эндокринолог, не пейте сладкий алкоголь, выбирайте брют, да, на утро вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Соблюдайте градусность. Если уж решили смешивать, принцип идет вверх, да, а не вниз. Очень хорошо закусывайте. Причем праздник надо начать с небольшой закуски, а не с двух бокалов шампанского. Потому что прием пищи, он будет, да, что будет делать прием пищи перед приемом алкоголя? Замедлять всасывание. Замедлять всасывание, прекрасно. Следующая позиция. Делать перерывы. Зачем? Желательно после белого бокала сделать достаточно длительный перерыв, потому что алкоголь стимулирует печень к выработке ферментов, которые в дальнейшем будут следующие порции алкоголя метаболизировать. И, пожалуйста, пейте побольше жидкости, не сладких жидкостей, обычной воды или вот таких легких, да, напитков, которые вы готовите сами. Не бойтесь пить побольше жидкости. В крайнем случае вывести. Мы всегда ее знаем как. Так, и мы вас поздравляем с Новым годом, уважаемые коллеги. И, ну, есть вопросы. Так. С наступающим. Спасибо. Какие научные лайфхаки есть, чтобы отвлечь гостей от алкоголя? Ну, я не знаю, научных-то нет, а вот сделайте какой-то праздник с какой-то активити, да? С Дедом Морозом, с отгадыванием, я не знаю, загадок, с какими-то призами, чтобы люди были включены в какое-то действо, да? Лучше, чем это, да хоть бег в мешках, пожалуйста, да? Лучше, чем это, ничего не отлечет от алкоголя. Если вы начнете вести высоконаучные беседы, да, и беседы там о культуре, о литературе, в новогодние ночи ничего не получится. Здесь, с точки зрения науки, алкоголь стимулирует зону наслаждения, так? Центр удовольствия, наслаждения, и, естественно, отвлечье от алкоголя достаточно сложное человека. Значит, надо переключать вид деятельности, я полностью с вами согласна, что интересная игра, прогулка, беседа. А, выйти, выйти и запустить там какие-нибудь фейерверки. Красный лайфхак. Куда-то прогуляться. После полуночи еще можно выпивать, с точки зрения доказательной медицины? Вот доказательная медицина, время приема алкоголя никак не исследовала. Если это новогодняя ночь, ну, конечно, только правильный напиток в правильном количестве. А если это в течение, как бы, рабочей недели, то здесь даже доказательной медицины не надо. Если вы после полуночи будете выпивать, и после этого сразу ложиться спать, на утро вы проснетесь неработоспособной. Какая доза шампанского? Абсолютно безопасно. Опять-таки, все будет зависеть от того, вот вы, если ежедневно, то и получается, что 140 миллилитров, да, 140 миллилитров шампанского каждый день, это, да, с перерывом два дня в неделю, да, по современным рекомендациям, это, это вот то, что считается границей разумного потребления. Ну, это очень сложно, ведь бутылка же. Да, открыть бутылку шампанского, да, и не выпить ее, это практически невозможно, потому что на следующий день она будет уже, ну, вот, лучше, поэтому, если, если в течение недели, то лучше какую-то бутылку вина, ее можно закрыть, ее можно отставить, если вдруг нужно в середине недели там какой-то повод. Ой, детское шампанское, да, конечно. Вот очень опасно. Это сладкая вода. Это вода с красителями и сахаром. А с позиции, скажем так, приучения детей, это не очень хорошо, мы сразу же их вводим в традицию. Если мы считаем, что лучше не пить, наверное, не надо вводить в эту традицию детей. Если мы выбираем для себя, но если нет противопоказаний, конечно же, взрослому человеку лучше выпить блюд натюр или блюд, нежели детское шампанское. Детское шампанское – это 12 грамм углеводов на 100 грамм, а то и больше. Это очень много. Плюс красители, плюс газированный, плюс ортофосфорная кислота, которая негативно влияет на зубы. Нет, точно это небезопасно. Может быть, готовить газировки самим детям? Вот это вот сифоны есть, да? Какие-то делать натуральные соки, да? Делать что-то красивое. Ведь детям нужно, чтобы было красиво, чтобы они были вовлечены. Вот у взрослых есть бутылки с шампанским, а у детей есть там какие-то сделанные газировки без добавленного сахара. Как подготовиться к Новому году при хронических заболеваниях ЖКТ? Ну, здесь даже не готовиться надо. Здесь сам Новый год нужно правильно пережить, да? Приготовить на стол правильную пищу. Вы же прекрасно знаете, что вы переносите, что вы не переносите. Поэтому грамотно вести себя во время новогодних праздников. А что готовиться? Как можно подготовиться? Принять какой-то курс гепатопротекторов? Да это все нивелируется тут же, да? Если есть какой-то хронический гепатит, и вы первый бокал выпьете. Поэтому здесь очень общий вопрос. Я думаю, что подготовиться можно путем выбора правильных блюд. Если на столе будут те блюда, которые тебе нельзя, ты обязательно их попробуешь. Ну да. А здесь, наверное... Ну, а в гостях что делать? Вот здесь тоже аккуратно. Правильно. Какие есть рекомендации, чтобы не отравиться? Ну, отравиться салатами-то невозможно. Если только не купить их в непонятном месте. Готовьте сами. Готовьте сами, и вы не отравитесь. С какой самой частой проблемой госпитализируют в Новый год? Сердечно-сосудистые, давление, после травмы, панкреонекрозы, это чуть позже. Это будет чуть позже, да. В основном, наверное, травмы и сердечно-сосудистые события. Еще будет пик вирусных инфекций. Есть целые статьи на зарубежной о пике коронавирусной инфекции в период новогодних праздников. Мы общаемся, ходим на елки, на спектакли, в магазины даже. И именно на новогодние приходится пик госпитализации, поэтому соблюдаем разумные правила. Миграция, конечно, больше. Вот интересный вопрос, но ответить на него однозначно невозможно. Какие-то есть клинрейки, какие-то ресурсы, вот чем пользоваться? Вот здесь, наверное, так. Очень сложно сказать, но считается, что объем желудка человека это 250-300, может быть, 350 грамм, в зависимости от конституции. Поэтому то, что мы можем съесть за раз, вот должно укладываться примерно в эти рамки. Это правда очень мало. А ты же не будешь сидеть с весами кухонными, за столом новогодним и мерить то, что надо научиться мерить ложками. А во-вторых, понять одно правило. При легком чувстве сытости надо прекращать есть. И умение дифференцировать чувство сытости, понимать себя, является очень важным навыком и защитой, между прочим, от переедания всех последствий. Итак, Екатерина Евгеньевна, мы закончили. И спасибо большое аудитории за вопросы. И, конечно же, мы хотим прежде всего поздравить с наступающим Новым годом. Еще раз хочу сказать, что это удивительный праздник. И вот это ощущение какой-то счастья и чуда, оно, наверное, с детства идет. И чего мы хотим в Новый год? Мы хотим, чтобы в старом, уходящем году остались все какие-то горести, проблемы, неприятности. Чтобы Новый год принес нам счастье, покой, мир. И мы вам хотим пожелать, чтобы прежде всего все хорошо было в ваших семьях. Чтобы дети радовали. Чтобы все были здоровы. Чтобы профессия и работа приносила удовольствие и удовлетворение. Добавите еще что-нибудь, Екатерина Евгеньевна. А я хочу, в свою очередь, пожелать, в первую очередь, здоровья. И метаболического здоровья. Всем нам, нашим родным, близким, детям, родителям. И пожелать удовольствия. Удовольствия от этой жизни. Чтобы мы получали удовольствие от того, что мы делаем на работе. от нашего хобби, от нашей семьи. Чтобы мы были счастливы. И тогда мы сможем дарить это счастье другим. С наступающим. Поздравляем наших дорогих докторов. Уважаемые коллеги, с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. Счастья, здоровья. Ура. Ура.